МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире служба новостей Саров-24 в студии Лидия Шулаева. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Земля в безвозмездное пользование. В администрации пройдет жеребьевка садовых участков для многодетных семей. Наше дело 2018. Молодые лидеры Сарова отправились на профильную смену. Живой звук для ценителей и качественной музыки. В ресторане «Прайм» прошел концерт Екатерины Голубовской. Далее расскажем обо всем подробно. Безвозмездно получить землю реально. В конце августа в администрации пройдет жеребьевка садовых участков, обладателями которых станут многодетные семьи Сарова. Сегодня в списке тех, кто претендует на участок земли, предназначенный для садоводства, числится 280 семей. Первые 34 семьи уже пригласили на жеребьевку. Каждая многодетная семья имеет право на безвозмездное получение земли, предназначенной для садоводства или участка под жилищное строительство. Такой закон был принят в Нижегородской области в 2011 году. Изначально попасть в список могла любая многодетная семья, но в 2015-м критерии для претендентов изменились. Сейчас не просто многодетная семья может получить такой участок, а семья, которая признана малоимущей. И плюс по площади, если семья имеет на каждого члена семьи менее 11 квадратных метров в жилой площади. Не менее важное условие попадания в список – семья не должна была в ближайшие пять лет умышленно ухудшать свои жилищные условия. Сейчас в нашем городе в списке числятся 280 семей. И первые 34 уже получили оповещение. И 30 августа между ними будет проведена жеребьевка участков. Эти участки находятся в садоводчестве «Мотор». Это от КП 8 километров в сторону Арзамаса. Не стоит путать программу получения земли по ДЖС и получения участков, предназначенных для садоводства. Если в первом случае стать собственником земли возможно только при условии, что за определенный срок семья построит там дом, то в этой программе все гораздо проще. Пройдет жеребьевка. Вот эти участки с подсадоводства площадью 600 квадратных метров, 6 соток, будут переданы человеку семье, пропорционально количеству членов семьи в собственность, без необходимости построить там какое-то строение. И использовать только в целях введения садоводства, огородничества. Получив участок в собственность, семья может даже продать его. Но стоит помнить, что попасть в список можно только однажды. Для того, чтобы стать претендентом на землю, один из родителей должен подать в администрацию в кабинет 231 соответствующее заявление и приложить к нему необходимые документы, список которых можно найти на сайте администрации. Более подробную информацию можно получить по телефону 9 90 37. В ночь с 19 на 20 августа во дворе дома номер 3 по переулку Северный произошло возгорание автомобиля марки Киа. В результате пожара выгорела половина транспортного средства. Человеческих жертв нет. Рядом с местом происшествия была обнаружена пластиковая бутылка и спички. Прибывшие на место спасатели констатировали, что причина пожара поджог и искать злоумышленников будут полицейские. Чем еще запомнилась прошедшая неделя сотрудникам правопорядка, расскажем в следующем репортаже. В дежурную часть полиции поступило заявление от таксиста, который после смены недосчитался заработанных честным трудом денег. А произошла пропажа при довольно загадочных обстоятельствах. На первый взгляд добропорядочные клиенты воспользовались услугой аренды машины и заказали такси на час. В итоге водитель лишился 9 тысяч рублей. По данному факту было возбуждено уголовное дело. На данный момент лицо установлено. Сейчас избирается мера пресечения. Не обошлось на прошлой неделе и без происшествий, которые попадают под статью «Мошенничество». Пожилой саровчанин отдал 30 900 рублей преступникам, которые представились сотрудниками пенсионного фонда. Кровных денег с банковской карты лишилась и собственница участка в одном из садоводческих обществ. Оставив телефон в домике, женщина отправилась собирать урожай. И в это время на огород пробрались злоумышленники. Пока данная гражданка занималась земледелием на своем садовом участке, сотовый телефон находился в свободном доступе. И неустановленное лицо с ее телефона отправило опять же смс-команду. И с ее банковской карты на счет третьего лица были списаны денежные средства в размере 8 тысяч рублей. Оказалось, что таким образом преступник вернул долг своему кредитору. Найти нарушителя не составило большого труда. Все данные третьего лица, которому был совершен перевод, быстро удалось установить. А он, в свою очередь, и вывел полицейских на преступника. Нижегородская область получит 50 миллионов рублей для приобретения транспорта государственным учреждением социального обслуживания населения. Это 22 автобуса и 8 автомобилей для службы социальной такси. Новый транспорт позволит организовать доставку детей из малообеспеченных, неблагополучных и многодетных семей, а также инвалидов в оздоровительные и реабилитационные учреждения. Другая важная информация в подборке коротких новостей. У Саровчен есть возможность встретиться с губернатором и задать ему свои вопросы. Во вторник, 21 августа, исполняющий обязанности главы региона Глеб Никитин с рабочим визитом посетит наш город. В Сарове он проведет ряд официальных встреч, а также лично пообщается с горожанами. Встреча с общественностью пройдет в городском драмтеатре. Начало в 16 часов. Приглашаются все желающие. Подробнее о визите Глеба Никитина мы расскажем в следующих выпусках новостей. Не пропустите. В эти выходные в Нижегородской области открылся сезон охоты на пернатую дичь. До 15 ноября в регионе разрешается добыча водоплавающих птиц – болотно-луговой, боровой, степной и полевой дичи. В областном комитете госохотнадзора напоминают, что выходить на охоту в состоянии алкогольного и наркотического опьянения строго запрещено. В случае задержания нарушители ждут не только штрафы, но и конфискация огнестрельного оружия. В следующие выходные в конно-спортивном клубе «Феникс» стартуют соревнования по троеборью. Первый этап выездка в стиле «Вестерн» пройдет в субботу, 25 августа. На следующий воскресный день назначены соревнования по скоростному конкуру. Завершающий третий этап пройдет 2 сентября. В этот день наездники попробуют свои силы в стипе чеси. Этим термином в конном спорте называют «скачки с препятствиями». Соревнования пройдут на базе клуба «Феникс» в деревне Орешки. В эти дни на базе детского оздоровительно-образовательного центра «Березка» проходит молодежная профильная смена лидерского направления «Наше дело-2018». Старшеклассники и активисты общественных объединений города проходят тренинги и обучающие мастер-классы по психологии, социальному проектированию и другим направлениям. О том, как молодые и инициативные соровчане готовились к отъезду, расскажем в следующем репортаже. Десять летних дней в компании зеномышленников. Новые знания и открывающиеся бескрайние возможности. Вот что ждет ребят, которые садятся в автобус. Для более чем 70 старшеклассников началась традиционная профильная смена «Наше дело-2018». На этой профильной смене тематикой мы выбрали «Добровольчество и волонтерство», так как год «Добровольчество и волонтерство» был объявлен президентом России. Поэтому мы ребятам расскажем, что это такое, как можно с этим работать, какой вклад делают они в развитие страны, и какой вклад может каждый из них сделать в развитие нашего города. За смену ребята должны научиться не просто создавать социальные проекты. Они должны начать видеть проблемы, которые волнуют их сверстников, и по возможности находить пути их решения. Помогать им в этом непростом деле будут представители самых разных департаментов администрации города Сарова. Предполагается участие представителей департамента городского хозяйства, рассказывая о виде волонтерства как экологическое, и как ребята могут участвовать в этом волонтерстве. Помимо этого в рамках «Урбан» волонтерства мы приглашаем представителей департамента архитектуры и градостроительства. Места для участников на подобных профильных сменах ограничены. Туда едут работать, а не отдыхать. И чтобы зарядить мальчишек и девчонок позитивом, уже состоявшиеся волонтеры из клуба «Инсайт» приготовили для них небольшой флешмоб под названием «Дай пятеру волонтеру». За основу мы взяли акции, которые проводились на чемпионате мира, когда спортивные волонтеры с перчатками «Дай пятеру волонтеру» приветствовали либо спортсменов, либо также других волонтеров, либо просто, в принципе, участников чемпионата мира, либо зрителей. По мнению волонтеров, в момент обмена пятерками люди делятся своей позитивной энергией и хорошим настроением. А это самое ценное, с чем ребята, отъезжающие на профильную смену, должны отправиться в «Березку». Поп, соул, джаз, R&B, рок-лаунж, известные и многими любимые композиции в живом исполнении прозвучали воскресным вечером в прайме. Саровская исполнительница Екатерина Голубовская подготовила для горожан приятный сюрприз – двухчасовую программу, рассчитанную на ценителей качественной музыки. Пока это первый подобный концерт в клубе, но вполне вероятно, такие мероприятия станут доброй традицией. Хорошая музыка, изысканная еда и уютная обстановка – слагаемые идеального воскресного вечера. Саровская вокалистка Екатерина Голубовская подготовила для слушателей уникальную программу, в которую вошли как известные многим композиции, так и хиты в оригинальных и непривычных аранжировках. Гости клуба ресторана «Прайм» погрузились в по-настоящему теплую и душевную атмосферу, которую всегда создает живое исполнение. Меня, я не знаю, к жизни возвращает. Живой голос, живая музыка, причем такой голос и такой тембр. Я получаю кайф. Просто отлично. И исполнительница поет очень хорошо. Мне очень понравится. Она прямо такая джазовая певица. Я желаю ей удачи. Все замечательно, очень уютно, очень тепло, по-домашнему. Мы с удовольствием смотрим, мы с удовольствием слушаем. Нам все очень нравится. Шикарная музыка, прекрасное исполнение. Очень тепло и уютно. Приятно находиться. Мне кажется, почаще должны быть такие вечера в нашем городе. И Екатерина Голубовская, и клуб ресторан «Прайм» услышали пожелания гостей и готовы повторить музыкальный вечер. Солистка призналась, этот концерт для нее как проба перам. Она готовилась к нему несколько недель и очень хотела порадовать слушателей. Ожидания оправдались, а значит, такие выступления станут доброй традицией. Впечатления очень хорошие. Сидят большая часть наших знакомых. Атмосфера приятная, теплая. Хлопают после каждой песни, хоть я им говорю, не надо, но они поддерживают. Мы будем обязательно проводить еще вечера, подключать еще других творческих ребят, чтобы было поинтереснее, поразнообразнее. Это такой вот у нас пробный заход. Когда состоится очередной вечер живого звука в «Прайме», пока неизвестно. Чтобы не пропустить его, следите за афишей мероприятий на сайте sarov24.ru. Делать добро под силу каждому. Вот уже более 10 лет, в преддверии нового учебного года, волонтеры Центра «Радость моя» проводят благотворительную акцию под названием «С мира по листочку». Она была придумана Центром Милосердия совместно с Православным Творческим Объединением «Мир». Главная цель – помочь собрать в школу детей, попавших в трудную жизненную ситуацию. Акция «С мира по листочку» получила такое название не случайно. Пожертвовать можно любую сумму. Но в итоге собранных средств хватает на то, чтобы купить канцелярские товары для нескольких сотен детей. Все это идет на покупку самых необходимых принадлежностей. То есть линейки, ластики, ручки, пеналы, максимум ранцы. Акция направлена на помощь детям с ограниченными возможностями здоровья, ребятам из малоимущих и многодетных семей. При этом помочь можно не только деньгами. Гуманитарную помощь принимают на складе по адресу Пушкина, 24А. Там мы принимаем в первую очередь одежду. Одежду, такую околоформенного вида. То есть что-то вроде формы школьной. Ну и, естественно, сама форма и вещи, которые могут сойти за нее. Можно туда подходить и жертвовать какую-то, может быть, старую форму, старую, но хорошую еще одежду, которая может кому-то послужить. Второй этап сбор средств пройдет с 21 по 24 августа. Волонтеры будут стоять на первом этаже в торговых центрах «Атом», «Куба» и «Плаза». Сбор одежды на гуманитарном складе проходит до конца месяца. Каждый вторник и четверг с 17 до 19 часов и в субботу с 9 до 12. Более подробную информацию можно получить по телефону 8 906 353 46 37. В спортивном комплексе «Прогресс» прошел традиционный чемпионат города по дарцу. В программе соревнований – пятиборье, личный мужской и женский, парный мужской и женский турниры, а также командное состязание. Побороться за победу в чемпионате в наш город приехали спортсмены из Перми, Саранска, Нижнего Новгорода и области. Подробности далее. Команда Ильи Садова приехала на соревнования из рабочего поселка Сокольского. В турнирах спортсмены участвуют совсем недавно. За полтора года существования команда побывала на областных и всероссийских чемпионатах и успела достойно зарекомендовать себя. В Сарове молодые люди обыграли прошлых чемпионов и положили себе в копилку золотую медаль. Мы очень рады, что мы обыграли наконец-то сборную Нижегородской области. Она была практически в сильнейшем составе. Для нас это большой такой шаг вперед, так скажем. Мы очень этому рады. В свои 21 Илья Веретенников неоднократно становился победителем областных и всероссийских турниров. На чемпионате в Сарове спортсмен в очередной раз стал первым в личном первенстве среди мужчин. Молодой человек уверяет, что на соревнования он приезжает не только за наградами, но и за общением. Чтобы расслабляться, для того, чтобы отдыхать, общаться и проводить время в компании друзей. В личном первенстве среди девушек первое место заняла саровчанка Ольга Новоселова. Второе досталась Анастасия Горская из Саранска. До победы девушке не хватило всего нескольких очков. По мнению Анастасии, для участия в таких соревнованиях требуется не только точный расчет и меткий бросок. Спортсмену очень важно контролировать свои эмоции. Не волноваться, не переживать, иначе будет трястись рука. И дротики не будут идти туда, куда необходимо. То есть, это же, конечно же, возобладание с собой, это тренировки и, конечно же, это работа. По итогам соревнований в командам первенстве первое место заняли спортсмены из Сокольского, второе – сборная Нижегородской области, третье – ураган из Сарова. Все участники турнира получили дипломы, медали и памятные подарки. Доброго и хороших вам новостей!